Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала Компьютерной Радости и сегодня я вам хочу рассказать как легко и просто добавить субтитры на свое видео. Сейчас я нахожусь в творческой студии, переходим в раздел вот здесь вот слева видео нажимаем, здесь у меня загружено видео двухэтапная аутентификация, наводим и вот здесь вот появляется вот такой вот карандашик напишено сведения, нажимаем на него у нас загрузилась вот такая вот страничка где мы можем что-либо изменить если вы хотите, но сегодня у нас разговор о субтитрах, нажимаем вот здесь вот слева субтитры и теперь у нас открылось вот такое окно, здесь выбираем копировать и изменить, у нас появились наши субтитры, которые были созданы автоматически, но здесь нет ни заглавных, ни запятых и даже некоторые слова неправильно были сделаны и некоторые слова пропущены, к примеру здесь вот вначале приветствую вас всех, вас слова отсутствуют и теперь я сейчас поставлю здесь заглавные, запятые и потом покажу вам, что я делаю дальше. Все я исправил ошибки, поставил заглавные буквы, тире, запятые и так далее и теперь нажимаем кнопку опубликовать и субтитры у меня практически опубликованы, единственное необходимо подождать некоторое время и нажать опять изменить, нажимаем и вот наши субтитры встали согласно вот таких вот пунктов, временных отрезков и теперь нажимаем опубликовать. Субтитры опубликованы, язык русский, вот теперь субтитры у нас готовы, как видели все делается легко и просто, но я хочу вам показать как перевести субтитры на другой язык, делается это тоже все легко и просто и сейчас я вам все это покажу, чтобы перевести наши субтитры на другой язык, нам необходимо нажать вот эту вот кнопочку добавить перевод на другой язык, нажимаем на нее и выбираем тот язык, на который мы хотим перевести, я обычно всегда перевожу только на английский язык и вот здесь вот нажимаем кнопочку добавить. и как видите у нас здесь предлагаются три варианта, загрузить файл, ввести вручную и перевести, то есть сам youtube предлагает нам перевести наши субтитры, нажимаем перевести и вот сейчас обратите внимание, что перевод уже делается не с первоначальной озвучки автоматической, а с того что мы уже переделали, то есть видите здесь заглавное, запятые, восклицательный знак, то есть уже с тех субтитров, которые сделали мы и вот с них уже идет этот перевод на английский язык и теперь нажимаем кнопку опубликовать. Все перевод на английский язык субтитров у меня сделан, но это еще не все, вот здесь вот название описание, давайте тоже добавим, это нужно сделать обязательно, вот как видите здесь стоит звездочка, где название в поле английском, значит это нужно сделать обязательно, копируем название, заходим вот сюда в переводчик, его можно легко набрать в любом поисковике, я обычно пользуюсь переводчиком от google и теперь здесь выбираем русский чтоб стоял, а здесь английский, вставляем у нас произошел перевод, очень быстро все делается как видите, копируем, вставляем, я обычно всегда сразу копирую и описание, если у вас кулинарный канал, то копируйте вместе с ингредиентами и рецептом, как вы там пишите, его тоже желательно перевести, вот здесь нажимаем крестик, убираем старое и все перевод у нас готов, копировать и теперь вставляем вот в это поле и нажимаем кнопочку опубликовать, все название и описание, у меня тоже сделан перевод на английский язык, вот так все делается легко и просто, теперь у нас сделаны субтитры грамотно на русском языке и сделан перевод на английский язык, также можете добавить любой другой язык, если вы хотите, кому понравилось это видео ставим палец вверх, не забываем подписываться на мой канал, всем пока-пока.